Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала! Вас приветствует Алена Ариас, я таролог и психолог. В первую очередь от всей души благодарю всех вас за прекрасные и позитивные комментарии, которые вы оставляете под моими видео, за многочисленные лайки, за то, что подписываетесь на мой канал и смотрите мои расклады. Мне очень и очень приятно. И сегодня, дорогие мои девочки, для вас очень интересный расклад, что случится в ближайшие 10 дней. Итак, посмотрим, какие события, ситуации, важные для вас, произойдут в ближайшие 10 дней. Напоминаю, кто хочет записаться на личную консультацию, пишите на Viber или WhatsApp, только SMS, контакты есть внизу в описании и на заставке к данному ролику. Также, девочки, нажмите Алена Ариас, ну когда закончите просмотр видео, нажмите Алена Ариас внизу и окажитесь на моем канале, где вы сможете найти ответ на любой абсолютно ваш вопрос. Там есть видео на будущее, прогнозы на месяц, на три месяца, на год. Видео на чувства, отношения. В общем, абсолютно на любой вопрос вы можете найти ответ у меня на канале. А также там есть реально действующие сказки на ночь, также разные абсолютно, это и на здоровье, и на омоложение, и на похудение, и на личную жизнь, и на нового мужчину, и на привлечение конкретного мужчины. То есть, сказок на ночь очень много. И дело в том, что эти сказки на ночь нереально действующие, они помогли уже тысячам девочек. И, честно говоря, даже и мальчиков тоже. Ну и видео на исполнение желаний, которые действительно реально сейчас в тренде. Также напоминаю вам о законе обмена энергиями, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте колокольчик. И обязательно оставляйте под видео свои комментарии, мне важно ваше мнение, и очень интересно, как у вас проигрывается та или иная позиция. Кроме того, девочки, еще и еще раз повторяю, что то, что вы подписываетесь на канал, нажимаете лайк или колокольчик, делайте это вы не для меня, а абсолютно, целиком и полностью для себя. Для того, чтобы пошел обмен энергии. Итак, девочки, начинаем. Сосредоточьтесь на себе любимых, прислушайтесь к своей собственной интуиции и выберите ту колоду, которая вам нравится или которая у вас отзывается. И приступаем. Да, это знаменитая моя трилогия, да, Тару Арканум, Телема и Миллениум. И начинаем мы сегодня с Арканума. Так, посмотрим, что нам расскажет Тару Арканум. Что случится в вашей жизни в ближайшие 10 дней? Что случится в вашей жизни в ближайшие 10 дней? Это Рыцарь Мечей. Но я сейчас рассказывать не буду, выложу все карты, потому что распад у нас будет большой. Но я думаю, вы и так многие уже догадались, что же случится. Причины. Вот так даже. Двое мужчин у вас. Влияние окружающих. Кто или что влияет на ситуацию. Какая вам будет польза от этих событий? И что будет дальше? Ну и, как всегда, девочки, возьмем карту совета, естественно. Итак, рассказываю. Смотрите. Больше всего, конечно, я здесь вижу перемены в личной жизни. То есть, что случится? Случится именно что-то в личной жизни. Что случится конкретно? В вашей жизни неожиданно появится какой-то ваш бывший мужчина. Это мужчина, у которого темные волосы, темные глаза. Вот. Ну, смотрите, девочки, не всегда именно внешнее описание может совпадать. Может совпадать, например, характер. Или там еще что-то, да. Вот. Это может быть просто темные волосы, да, любой оттенок. Это может быть мужчина-шатен, да, чуть посветлее волосы. Вот. Кроме того, это мужчина, скорее всего, младше 35 лет. Но также возраст мужчины зависит и от вашего возраста. Если вы младше 35 лет, то мужчина может быть вам ровесник, может быть на год вам младше или год вам старше. Если вы старше 35, ну, скажи мне, на много, да, то также мужчина будет где-то вам ровесник, либо на год вас, младше вас. Если вы значительно старше 35, то здесь мужчина может быть младше вас лет на 5 даже, нет, на 10 не может, только на 5. Ну, то есть 2-5 лет. Ну, вот где-то так. Дальше. Это мужчина такой внешне холодноватый, сдержанный, привыкший к порядку. То есть порядок любит во всем. Все, чтобы у него было разложено по полочкам, все. Планирует день, ну, скорее всего, обязательно занимается, ну, скажем, зарядку делает по утрам, да, то есть и режим дня, скорее всего, у него тоже есть. Вот. Мужчина открытый, и вот эта его открытость, она приводит к некоторой конфликтности. Не всегда эта конфликтность открытая именно, да, то есть мужчина открытый, но, опять-таки, открытый внешне. А что там у него внутри, конечно же, никто не знает. То есть вот это из тех людей, которые внутренне закрытый, а внешне вроде бы открытый, да, такой человек, ничего не скрывает. Вот. Но на самом деле это не так. Чаще всего по мечам эти мужчины являются сотрудниками каких-то официальных органов. Это врачи, полицейские, юристы, адвокаты, ну, и любые другие официальные организации. Вот такой мужчина. Причем мужчина точно из прошлого. То есть, что значит мужчина из прошлого? По-разному, да, то есть по разным картам мужчина из прошлого может быть по-разному. Здесь мужчина не обязательно, то есть, возможно, были у вас в прошлом отношения с ним. Может быть, не было отношений, но при этом все равно что-то было. Были, может быть, чувства, какая-то игра, флирт, да, или, скажем, вы долго вместе работали какое-то время. Ну, то есть какое-то время вы с этим мужчиной общались. Это точно. Кроме того, у некоторых из вас вполне возможно, что не просто мужчина из прошлого, а бывший муж появится. Вот. Дальше. Причины, собственно. Да, конечно, я тут, я расскажу сейчас по разным форматам отношений, девочки. Сначала проговорю общую ситуацию. Причины. Здесь король Пентакли. Король Пентакли говорит о том, что причинами того, чтобы он появился, как раз и является, либо то, что вы сейчас в отношениях с другим мужчиной, вот, и он узнал об этом и решил появиться, да, это одна из причин. Либо причина в том, что у него были серьезные намерения в отношении вас и, как бы, ничего не получилось. То есть, либо не получилось того, что он хотел, либо, может быть, вообще никаких отношений, не получилось только общение. Ну, то есть, у него были какие-то намерения, которые он не реализовал в отношении вас. Либо узнал, что у вас кто-то появился, потому что тут еще и старший аркан дьявол. То есть, скорее всего, вы сейчас в каких-то отношениях. Но я проговорю, девочки, для всех. А вот, дальше. Кто или что влияет на ситуацию? Влияют какие-то ваши мечты. Возможно, вы раньше об этом мужчине мечтали, хотели, чтобы он вернулся или появился, или хотели с ним отношений. И, собственно, получается, таким образом, как бы, на энергетическом плане вы его притянули. Когда притягивается мужчина, вы скажете, да, я забыла за него уже давным-давно. Вот так, кстати, и притягиваться. Вот этому я и учу, да, и то есть я объясняю, как мужчину вернуть, как притянуть мужчину, который нравится. Нужно его отпустить. Вот когда отпускаешь, притягивается, притягиваешь, делаешь для него много всего, отталкивается. То есть, вот так действует всегда принцип магнита. Собственно, хотите быть магнитом для мужчин, отталкивайте всех, они все будут к вам притягиваться. Но отталкивать нужно грамотно, естественно. Так, принцип магнита хорошо, но если вы просто будете холодный ко всем мужчинам, и будете на них как-то смотреть не очень хорошо, то вряд ли они к вам притягиваться будут. То есть, тут нужно, тут всегда тонкая грань. Поэтому вот внизу под видео есть ссылочка на мою статью, почему мужчины любят стерв или как любить себя любого. Там прямо пошаговое руководство для того, чтобы либо вернуть мужчину, либо влюбить мужчину, да, так что читайте, сразу применяйте для того, чтобы вы сразу видели результат. Вот, следующая карта у нас это польза. Какая же польза, девочки? Ну, я хочу сказать, да, страсть. Да, конечно, тут будет и выяснение отношений, но и страсть. Страсть расскажу по разным форматам, еще тут будут свои нюансы для каждого формата отношений. Итог, итог, девочки, страстный бурный роман. Вот, страстный бурный роман, и мужчина как появился, так и уедет. Да, то есть, будут какие-то отношения, но я не вижу, чтобы эти отношения были какими-то долгосрочными. Во-первых, мы тут здесь рассматриваем только на 10 дней, да. Вот, то есть, он как появился, так и исчезнет из вашей жизни. Теперь рассказываю по разным форматам отношений. Так, если вы сейчас одиноки в ожидании или в поисках в своей второй половинке. Да, появится какой-то мужчина из прошлого. Причины. Вот причины здесь я вижу в том, что вы мечтаете о серьезных отношениях. Да, вот, сочетание двух карт. Вот, что влияет вашей мечтой. Вы его каким-то образом перетянули, получается. Польза какая от этого? Страстные отношения, да. Одна или, ну, 10 дней срок достаточно маленький, поэтому одна встреча точно будет. У некоторых из вас может даже быть 2-3 страстных встречи. Будут ли, то есть, по старшему аркану дьявол, скорее всего, будут и не интимные отношения. Ну, тут уже как вы хотите, да. То есть, здесь вы вправе решать. Страсть точно будет со стороны этого мужчины. Ну, будет и страсть, и выяснение отношений. Как бы страсть такая, несколько агрессивная. А вот. И после этого страстного романа он как появился, так исчезнет, собственно, из вашей жизни. Исчезнет ли он насовсем, или, ну, то есть, или будут еще потом какие-то отношения. Вот в пределах 10 дней, девочки, сказать не могу. Либо посмотрите другой расклад на отношения, любой другой, да. Какой вам понравится, выберите у меня на канале, нажмите Алена Ариес. Перейдете на мой канал, и там, и на главной странице есть плейлисты. И вот тут вверху под шапкой канала есть плейлисты. Выберите плейлист на чувства и отношения. И посмотрите, собственно, лучше посмотрите, когда он появится у вас на горизонте. Вот. И тогда вы посмотрите, как бы, и будете точно знать, вообще, стоит ли надеяться, есть ли перспективы на то, что будут какие-то отношения. Вот. Я здесь, честно говоря, не вижу серьезного продолжения. Я вижу, что вы мечтаете о серьезных отношениях. Но вот здесь по этим картам, конечно, никаких серьезных отношений я не вижу с этим мужчиной. То есть, только одна, две, три страстных встречи за 10 дней, и все, он уедет. И я думаю, что на этом все закончится. Ну, это я так думаю, да. То есть, судя по картам. Но мы же с вами только на 10 дней смотрим. Вот. Либо это личная консультация. То есть, либо сами, как бы, на канале выберите. Все мои расклады очень точные. Поэтому можно 100% верить. Поэтому, либо найдите нужный вам расклад. Посмотрите на более длительный период. На 3 месяца, на полгода, на год. Там расклады есть разные. Вот. Либо личная консультация. Дальше, девочки. Для тех, у кого роман на расстоянии, я хочу сказать, что да, в ближайшие 10 дней появится ваш мужчина. Вот. Причем, как-то вот он неожиданно реально ворвется в вашу жизнь. Причины. Вы мечтали о встрече с ним. Будет страстная встреча, и потом он уедет. Для тех, у кого 40 конфликт, расставание, разрыв или развод. Также ворвется ваш мужчина в вашу жизнь. Да, такие. Но здесь будет и выяснение отношений, страсть. В общем, да, будут попытки к примирению. Причина является то, что вы хотели этого примирения. Да. Вы хотели, чтобы он сделал шаги. Вот. То есть, конкретно ваши мечты являются причинами. Мечты или ваши мысли об этом мужчине. Да, с которым конфликт, ссора, расставание, разрыв или даже развод. Вот. Но дело в том, что я тут окончательного примирения в ближайшие 10 дней не вижу. Вижу выяснение отношений, страсть, страстная встреча. Вот. Но при всем при этом, как бы он опять пропадет. То есть, не вижу я именно окончательного примирения. Почему он пропадет? Ну, вот из-за своей собственной неуверенности. Вот. Может быть, вы еще злитесь на него, да. Может быть, обижаетесь, что он вот так не уверен в себе. То есть, он появится, делает как бы решительный шаг. А вот. И не увидев какого-то результата от вас, он снова пропадет. Как будет дальше, опять-таки, вот здесь такая позиция. То есть, она прерывается. И дальше я, конечно, не знаю, как будет. Поэтому перейдите на канал, нажав Алена Ария снизу. И там выберите видео на чувства и отношения. Именно посмотрите. Больший период временной. Три месяца, полгода или год. Какой вас интересует. Там уже будет видно. Будет ли у вас окончательное примирение или нет. Ну, или личная консультация. Дальше, девочки. Для тех, кто в паре. Вот тут я хочу сказать, да, появится какой-то мужчина из прошлого у вас. Да, наверное, сразу расскажу. Для тех, кто в паре или в браке. Появится мужчина из прошлого. Вот. Причиной, что этому является. То, что вы в серьезных отношениях или замужем. Вот. И вот о чем-то вы мечтаете. Может быть, вы мечтали о том, чтобы он появился. Или еще о чем-то вы мечтали, да. То есть, здесь ваши мечты, какие-то ваши мысли стали причиной тому, что появится вот этот мужчина. Что будет хорошего? Будет страстная встреча. Насколько она будет страстной, да. То есть, будут ли интимные отношения решать только вам. Я вижу, скорее всего, что да, будет не просто страстная встреча, но интимные отношения в том числе. Вот. То есть, такой короткий, страстный роман. Хотя продолжение может быть. То есть, вот здесь, да, я вижу, что он как появился, так исчезнет этот мужчина из прошлого у вас. Но при всем при этом продолжение дальше вполне возможно. Поэтому также говорю вам о том, что нажмите Алена Ариес. Выберите плейлист на чувства и отношения. Да, подсказку тут вверху еще смотрите. Там тоже где-то будет подсказка. Именно плейлист на чувства и отношения. Вот. Выберите там видео на более длительный период. Именно на отношения. Да, но если хотите, можете еще на чувства посмотреть. Вот. И посмотрите, как, собственно, дальше. Я думаю, что, в принципе, это не единственный раз, когда он появился. Я думаю, что он еще появится не раз. То есть, любовника я у вас вижу, честно говоря. Что появится какой-то мужчина из прошлого и станет вашим любовником. Может быть, он уже не первый раз в вашей жизни появляется. То есть, такое тоже вполне возможно. Дальше, девочки, что я тут вижу еще? Вот. Вижу какие-то перемены, да. То есть, сейчас работы. Коснемся работы и финансов. Какие-то перемены по работе или по финансам случаются. Какие-то быстрые. Может быть, какая-то поездка, командировка, поездка на обучение. Что-то такое быстрое. Хотя, я так понимаю, что вы мечтали о каких-то переменах. Но вы мечтали либо о повышении зарплаты, либо о новой должности. Здесь я вижу, что командировка, но улучшения материального положения по дьяволу нет. То есть, получается, вы мечтали об одном, думали об одном. А здесь, получается, либо командировка, либо даже поездка на семинар, может быть, на обучение какое-то. Ну, вот какие-то такие быстрые перемены, внезапные. Вот. Но повышения должности я здесь не вижу. Вот. Еще у кого-то может быть неожиданный отъезд. Отъезд или переезд внезапный. В ближайшие 10 дней, то есть, вполне возможно, какая-то поездка такая неожиданная будет. Но уедете вы, то есть, здесь получается, что вы только уедете, да, а чтобы вы приехали в течение 10 дней, я пока не вижу. То есть, может быть такая поездка или даже у кого-то вполне, возможно, переезд. Вот. Но немножко вот различается. То есть, вы мечтали, получается, об одном, хотели одного. Вот. А получается, вот, немножко по-другому. Поэтому, действительно, перемены здесь такие внезапные, быстрые. Вот. Но, опять-таки, что хорошего по старшему аркану дьявол? Ну, здесь удовольствие какое-то. И по пажу Жезлов тоже какое-то удовольствие. Хотя, опять-таки, паж Жезлов, он не говорит о том, что, ну, то есть, о новой должности абсолютно не говорит. Говорит только о какой-то поездке в удовольствие. Так что, вот, какая-то поездка в удовольствие у вас случится. Но я так понимаю, что в ближайшие 10 дней, если вы поедете, вы не приедете. Вот. Ну, и теперь возьмем карту совета. Вот. По здоровью, девочки, всегда, как бы, обхожу эту тему. Ну, потому что здесь вот в таких общих раскладах я могу вам дать только какие-то советы, предупреждения. А что касается здоровья, это настолько, как бы, щекотливая тема, да. Поэтому что-то предсказывать по здоровью в общих раскладах я не то, что не решаюсь, я просто не хочу. Потому что вы все разные, у всех разные нюансы. Поэтому здесь по здоровью только предупреждения. Здесь может быть, да, то есть берегите себя, возможно, порезы, ушибы, возможно, оперативное вмешательство. Но здесь я не вижу прям операцию в ближайшие 10 дней. Скорее всего, может быть, подготовка или планирование оперативного вмешательства. Мечтаете вы о чем? Причина в том, что вы мечтаете о выздоровлении. Это прекрасно, да. Страхи у вас, конечно, да. Переживания из-за того, что, может быть, ну, для тех, у кого реально планируется оперативное вмешательство. Вот. И что я тут вижу? Да, поворотный момент, хотя есть у вас неуверенность, что выздоровление наступит. Но вот здесь вижу поворотный момент, начало выздоровления, как бы, хотя саму операцию я еще пока не вижу. Но здесь благодаря вашей вере в себя, благодаря оптимизму, благодаря поддержке ваших родных и близких, а еще здесь может врач вам другой какой-то встретиться. И благодаря вот этому чуткому доброму врачу, ну, какой-то другой врач, врач-иностранец. Или другой национальности. А вы, ну, действительно, в этот переломный момент, вы пойдете на выздоровление. Нужна ли операция вам 100% или не нужна? Здесь по этим картам я не скажу, потому что в ближайшие 10 дней я не вижу, чтобы она вам реально была нужна. Как-то говорит о том, что возможно. Вот. Но конкретно об этом не говорит. Ну, и теперь карту совета вам, девочки. На ближайшие 10 дней с колодой магические послания богинь. Ой, девочки. Богиня Абунданса, процветания, которая говорит о том, что Вселенная проливает на вас свое изобилие. Приготовьтесь к нему. То есть, ну, практически все ваши мечты сбудутся. То есть, все будет замечательно. Так что, приготовьтесь к самому лучшему и принимайте. А для того, чтобы вы смогли принять, да, все эти замечательные события, перемены, все, что произойдет в вашей жизни в ближайшие 10 дней, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, ставьте лайк и обязательно оставляйте под видео свои комментарии. А я перехожу к следующей позиции и следующей колоде карт. И следующая колода у нас с вами, это Таро Телема. Посмотрим, что же в вашей жизни случится в ближайшие 10 дней? Что в вашей жизни случится? Что произойдет в ближайшие 10 дней? Что в вашей жизни случится в ближайшие 10 дней? Что случится в вашей жизни в ближайшие 10 дней? Ой, девочки, какой-то мужчина у вас появится. Добрый, щедрый, веселый. Давайте дальше, потом буду рассказывать. Тут кроме мужчины еще будет много интересного. Причины данных событий. Ух ты! Причина в самом мужчине. Он так решил. Влияет не окружение. Кто или что влияет на ситуацию? Девочки, ваши мечты, ваши желания. То, чего вы хотите. Ваши мысли. Дальше. Польза какая-то. Что хорошего вам это все принесет? Почему-то так и подумала сразу еще в начале. И что же будет дальше? А дальше раздумья. Интересно. И вот хочу я здесь, честно говоря, конечно, еще одну карту. Итог данных событий. Все равно неопределенность. Неопределенность, раздумья. Ну, в общем, как-то так. Теперь, девочки, рассказываю все подробно. В первую очередь у всех вас, я вижу, естественно, я уже об этом сказала, появление мужчины. Мужчина, кстати, вот по возрасту, девочки, скорее всего, либо ровесник, либо старше вас, независимо от возраста. Потому что он здесь выходит и рыцарем, и королем. Поэтому вряд ли младше. Может быть, но независимо от того, что здесь рыцарь или король. У кого-то даже может быть младший, у кого-то старший мужчина. Но основная часть все-таки будет мужчина немножечко либо ровесник, либо немножко постарше. Это мужчина, у которого светлые волосы, светлый шатен. Вот здесь, как на карте прямо. С голубыми или зелеными глазами. Вот такой мужчина. Не прям светлые волосы, да? Может быть, светлый шатен, а может быть, просто шатен. Любой оттенок волос. Вот такой мужчина. Мужчина, как я уже сказала, обаятельный, очаровательный, добрый, щедрый, веселый, чувственный. Ну, потому что это стихия воды. И мужчина такой, соответственно, мягкий, достаточно мягкий. И идет он вам реально всем, всем идет с чувствами. Теперь сразу, девочки, начну рассказывать по разным форматам отношений. Потом еще расскажу в отношении работы, карьеры, бизнеса и здоровья. Да, эти темы я тоже затрону. Так что, что случится в вашей жизни? Не появится какой-то мужчина. Мужчина появится у вас у всех. Если вы сейчас одиноки в поисках или в ожидании своей второй половинки, то да, появится мужчина. Вот такой, как я описала. Причина в том, что мужчина испытывает к вам чувства. Кто или что влияет на ситуацию? Ваши мысли, ваши мечты, скорее всего, о второй половинке. Дальше, что будет хорошего, польза какая? В будущем он станет вашим мужем, говорит старший артан-император. И по итогу пока еще я вижу, да, то есть мужчина появится с чувствами к вам, но я не вижу пока ближайшие 10 дней, но период очень маленький, да, именно начало отношений. Как-то вы будете в раздумьях. Не знаю, может быть, мужчина как-то вам не особо понравится, но мужчина реально идет с серьезными намерениями. Так что смотрите, думайте, но я тут вижу, что по итогу 10 дней вы в раздумьях и в какой-то неопределенности, собственно. Начинать с ним отношения или не начинать, не знаю, что вас, собственно, не устроит. Вот, дальше, девочки, для тех, у кого роман на расстоянии с мужчиной из другого города или другой страны. Я тут вижу, что он появится в ближайшие 10 дней, то есть случится это действительно реально неожиданно для вас. Причина в его чувствах, что влияет на ситуацию, ваши мечты о встрече. То есть, получается, вы оба мечтали о встрече, вот она наконец-то случится в ближайшие 10 дней. Что будет хорошего? Во-первых, будет встреча, во-вторых, переход отношений на новый, более серьезный уровень. Вот, дальше. Ну, естественно, встреча состоится, и он уедет, да, и вы опять останетесь в некоторой неопределенности. Но я хочу сказать, что тут все-таки у мужчины серьезное намерение. Еще вот для тех, кто, у кого роман на расстоянии, у вас может другой какой-то мужчина появиться в вашей жизни. А тот, с которым роман на расстоянии, вы будете продолжать общаться, и вполне возможно, что поэтому у вас и будет неопределенность, и ситуация выбора по итогу 10 дней. Потому что здесь ориентируйтесь на описание. Если описание хотя бы немножечко совпадает с описанием вашего мужчины, то тогда, с которым у вас роман на расстоянии, скорее всего, он примчится. Если не совпадает описание, то вполне возможно, что еще какой-то мужчина с чувствами к вам появится, у вас появится. Поэтому вы тут будете в раздумьях. Дальше. Для тех, у кого ссора, конфликт, расставание, разрыв или развод, то же самое ориентируйтесь на описание мужчины. Но, скорее всего, я так думаю, что появится у вас еще какой-то мужчина с чувствами, и ваш мужчина начнет делать шаги уже в ближайшие 10 дней для примирения. И вы будете действительно в раздумьях, и в некоторой неопределенности. То ли с этим мужчиной начать отношения, то ли с прошлым помириться. Если же совпадает полностью описание с рыцарем кубков вашего мужчины, то я хочу сказать, что он будет делать шаги к примирению. Что будет хорошего? То, что он будет демонстрировать вам именно серьезные намерения. Но вы еще будете в раздумьях, мириться или нет. Ну, по крайней мере, в ближайшие 10 дней. А там дальше, я думаю, что помиритесь. А вот, скажем, те, у кого описание не совпадает, я так думаю, скорее начнете новые отношения. Но тут выбор за вами. То есть здесь реально выбор за вами. Вы будете выбирать одного из двух мужчин. И я так понимаю, что вы сильно в выборе не спешите. Дальше, для тех, кто в паре, однозначно появится у вас какой-то мужчина с чувствами. Вот. Будет предлагать вам, скорее всего, начало отношений. Ну, и ваш мужчина, что я тут вижу? Предложение руки и сердца. Либо переход отношений на какой-то новый, более серьезный уровень. И вы прямо в раздумьях будете, да. То есть, что же делать? И один мужчина как бы достойный, и другой мужчина достойный. То есть, реально сложная ситуация выбора и раздумий. Ну, вот. Не знаю, сколько она у вас продлится. Не думаю, что это будет быстро. Дальше. Для тех, кто в браке, также у вас появится поклонник. Очень чувственный. Романтичный. Возможно, вы и мечтали. Мечтали о любовнике. И вот поклонник у вас этот появится. Что будет хорошего? То, что у вас улучшится. Благодаря появлению поклонника улучшится отношение с мужем. Это так всегда бывает. Когда кто-то у женщины появляется, улучшаются. Ну, не 100% случаев, да. Ну, 90% точно. Вот. Улучшаются отношения с мужем. Тем более, что я пока любовной связи у вас с ним не вижу в ближайшие 10 дней. Вы пока будете в раздумьях и в неопределенности. Стоит начинать любовные отношения вот с этим мужчиной или не стоит. Дальше, девочки, немножечко затрону сферу работы, карьеры и бизнеса. Какое-то предложение у вас будет буквально в ближайшие дня, 2-3. Вот от этого светленького мужчины. То есть я и сказала, что мужчина появится у всех. И что-то вам будет предлагать, либо, может быть, партнерские отношения, да, может быть, он хочет стать вашим партнером. Также, может быть, будет предлагать, кстати, может предлагать и в реальности, и через интернет. То есть предложение может прийти через интернет. Может быть, продвижение вашего бизнеса, если у вас бизнес. Вот почему-то я сразу про бизнес, да. Либо реализацию вашего товара, услуги будет предлагать. Либо, наоборот, предлагать свои, свой товар или услугу для реализации. То есть какие-то вот, какое-то предложение. Предложение, кстати, выгодное, да, крепкие будут партнерские связи. Но вы будете пока вот в 10 дней еще в раздумьях. Так что предложение, в принципе, хорошее. Рыцарь кубков советует все-таки вам не отказываться от этого предложения. Ну, а там взвешивайте, думайте, то есть у вас времени достаточно. Это по бизнесу, по работе, девочки. Тоже будет какое-то предложение по работе. Вполне возможно, о повышении должности, о новых обязанностях, да, что-то новое. Может быть, скажут вам, ну, в сфере сложившейся ситуации в мире, возможно, скажут, что вам уже можно выходить на работу. И вы этому очень сильно обрадуетесь, собственно говоря. Потому что я знаю, что многие уже хотят приступить к работе, те, кто сидят дома. И, естественно, уже очень хочется выйти на работу. Поэтому вот здесь, может быть, и такое сообщение будет. И вы этому также очень сильно будете рады. А также, возможно, действительно какое-то предложение по работе, повышение должности, может быть, какие-то дополнительные обязанности или еще какие-то изменения. Но однозначно в лучшую сторону. Что касается финансов, также изменение финансовой ситуации в лучшую сторону. Но, правда, я не могу сказать, что кардинально небольшое изменение. А также может быть с выходом на работу или с тем, что, опять-таки, если у вас свой бизнес, да, если он не в интернете, то есть если он офлайн, то есть в реальности, то, скорее всего, бизнес тоже приостановлен. И известие о том, что вы можете уже заняться, реализацией ваших товаров, продуктов, услуг, да, также вас обрадует. То есть вот такую я вижу ситуацию. Вот. Но ситуация очень благоприятная, потому что вы выйдете полными сил, желания работать, делать что-то. Вот. И, соответственно, и вижу здесь достижение успеха. Вот. Хотя еще будете в раздумьях и в некоторой неопределенности. То есть вот этот момент раздумья неопределенности все равно будет у вас у всех, независимо ни от чего. То есть, возможно, вам скажут, когда уже можно выйти, но, скорее всего, это будет не в ближайшие 10 дней. Или вы выйдете на какое-то время, а потом опять. Вот что-то такое. Потому что неопределенная ситуация, она еще будет по итогу 10 дней. Вот. Что касается здоровья, девочки, здесь очень четко. Для выздоровления вы встретите какого-то доброго, чуткого врача, вот, который скажет вам, ну, приблизительно, что либо вас лечение неверное, либо диагноз неверно поставлен, либо диагностика неверно проведена. Ну, вот что-то такое он вам сообщит, вот, и назначит какое-то другое лечение, и, естественно, вы пойдете на выздоровление. Так что вот в ближайшее время, что случится, встретите другого врача, который реально вам поможет пойти на выздоровление. Ну, и теперь карта совета, девочки, с колодой магические послания богинь. И это богиня Гуань Ин состраданием, которая говорит о том, что не думайте о себе и других плохо, сфокусируйтесь на любви и свете, которые есть внутри каждого человека. Ну, здесь больше касается совет именно личной жизни, да, то есть то, что мужчина этот, который идет в вашу жизнь, он действительно идет к вам с чувствами, об этом говорит богиня Гуань Ин, и вы можете ему верить, да, то есть не думайте и о себе и о других плохо. Сфокусируйтесь именно на любви и свете, которые есть внутри вас и внутри каждого другого человека. Вот именно на этом. Так что принимайте вот такую замечательную, прекрасную ситуацию, такие прекрасные события в вашей жизни. Ставьте лайк, нажимайте колокольчик, подписывайтесь на мой канал, для того, чтобы все эти замечательные события проигрались в вашей жизни самым наилучшим для вас образом. И, как всегда, конечно же, переходите в конец видео, там, как всегда, будет карта на исполнение желаний. Еще можете посетить мой канал, нажмите Алена Ариас, окажетесь на моем канале, где вы можете найти ответ на любой абсолютно интересующий вас вопрос, также бесценные реально действующие сказки на ночь, которые помогли уже тысячам девочек и по здоровью, и в здоровье, и в личной жизни, и по похудению, и по омоложению. Там множество различных сказок, а, да, также есть на богатство, на удачу и успех, успех от негатива и препятствий, на привлечение мужчины. Так что пользуйтесь, пока они есть в свободном доступе. И также там есть видео на исполнение желаний, они сейчас просто в тренде. Я перехожу к следующей колоде. И следующая колода, девочки, у нас с вами, это колода Таро Миллениум. Итак, посмотрим, что же в вашей жизни случится в ближайшие 10 дней. Что случится? Что произойдет в вашей жизни важного в ближайшие 10 дней? Что случится? Посмотрим. Угу, четверка жезлов. Замечательная карта. Хотя здесь, я так думаю, вы не можете по этой карте, да, именно в этой колоде, догадаться, что же это за карта четверка жезлов. Четверка жезлов, это, вспомните, если кто-то часто смотрит расклады, это путешествия, да, путешествия, ну, в основном, да, основное значение, это какие-то путешествия. А вот, а также успех, конечно, изображено, что там, жезлы изображены на ней в классической колоде. И две девушки, да, и на заднем фоне там какое-то, какие-то строения, замки. Ну, ладно. В общем, смотрим дальше. Причины данных событий и ситуаций. Мне, кстати, очень интересно. О, даже так, двойка губка, прям любовь. Любой вот в каждой позиции. Кто или что влияет на ситуацию. Вот так, мужчина, мужчина, вот этот, мужчина в вашей жизни и появится, причем неожиданно. Дальше. Вот как раз что, а, польза от этого. Польза-то какая будет от этого, вам. Еще один мужчина. Интересно. И что же будет дальше, то есть, уже после 10 дней. А здесь шестерка жезлов. Замечательно. Итак, девочки, ну, еще будет карта совета, естественно, рассказываем. Все подробно. Итак, девочки, что же случится с такое важное в ближайшие 10 дней по четверке жезлов? Во-первых, какой-то заслуженный отдых. Ну, в сфере сегодняшней ситуации в мире, да, почти у всех людей заслуженный отдых. Но это не все, девочки. Здесь перемены именно в ближайшие 10 дней, поэтому не обязательно в ближайшие 2-3 дня. Скорее всего, по четверке жезлов это 4-8 дней. Через 4-8 дней. Также может быть какой-то семейный праздник. Кто-то из вас, возможно, неожиданно займется обустройством жилья, что-то вам захочется делать. Для кого-то вполне возможно уже, как бы, к концу этого времени решит, кто-то из вас, возможно, решит приобрести недвижимость. Кто-то получит результат, то есть успех после какого-то труда, после долгих усилий. Кстати, есть же люди, которые даже в условиях карантина работают. Да, вот здесь получение результата, вполне возможно, денежного. Дальше. Укрепление семейных связей будет происходить еще в эти 10 дней. Получение денег, я уже сказала, какой-то крупный успех у некоторых будет. Для кого-то действительно это будет улучшение отношений, и успех будет именно в отношениях, в семье, к примеру. А для кого-то это успех, возможно, на работе и получение каких-то денег. Так же, девочки, вполне возможно, учитывая, что я тут вижу мужчину и влияние, да, то есть одно дело сама четверка жезлов, как бы, ее значение, что случится в вашей жизни. Другое дело, сочетание еще карт. Поэтому с рыцарем жезлов о чем это говорит? О том, что неожиданно кто-то из вас получит признание в любви, неожиданно предложение руки и сердца, встреча будет неожиданная. Ну, скорее, наверное, к концу этих 10 дней, да, то есть, ну, как я уже сказала, с 4 по 8 день, да, встреча, потому что мужчина тут инициатор встречи, да, для кого-то это начало страстного бурного романа, то есть, что случится в ближайшие 10 дней. У кого-то, да, появится мужчина и будет, давайте, наверное, уже сразу по разным форматам отношений, да, а потом еще коснусь работы, карьеры, бизнеса, финансов еще в целом по ситуации, ну, и немножечко здоровья. Итак, девочки, если вы сейчас свободны в поисках или в ожидании своей второй половинки, то вторая половинка, что случится? Появится у вас вторая половинка, и по четверке жезлов это начало счастливых отношений. Причины, встреча, встреча мужчины, то есть, встретится вам мужчина. Мужчина встретится в ближайшие 2 дня, девочки. Дальше. Влияние, да, кто или что будет влиять на ситуацию? Мужчина неожиданно появится в вашей жизни, то есть, без ваших усилий, он сам появится. Такой мужчина здесь, у которого рыжие или белокурые волосы, светлокарие или серые глаза, а может быть еще вот по жезлам бывает, мужчина, то есть, бывают мужчины темненькие, но с таким медным или рыжим отливом волос. Вот видите, огненные, да, с огненным отливом. Вот такой мужчина. Мужчина младше 35 лет. Если вы младше 35, мужчина будет либо вам ровесник, либо на год 2 старше, на год 2 младше вас. Если же вы значительно старше 35, то мужчина может быть младше вас на года на 2-5. Мужчина такой яркий, активный, жизнерадостный, целеустремленный, страстный, ревнивый, конечно, при этом. А вот. Дальше, девочки, что? Встреча-то будет. Ну, я здесь вижу еще одного мужчину. Какой-то мужчина из прошлого еще у вас появится. Ну, я так думаю, чуть позже. То есть, сначала через 2 дня вот этот появится, а где-то через 4 дня еще какой-то мужчина из прошлого темненький. Шатен или темный шатен с голубыми или... Ой, простите, девочки, с темными глазами. Любой оттенок темных глаз. Ой, девочки, опять неправильно. Мужчина тут у вас появится. Это ж у нас рыцарь кубков. А я почему-то решила, что это рыцарь жезлов. Ой, рыцарь мечей. Здесь у нас рыцарь кубков, поэтому... Да, это шатен, светлый или темный шатен. Все правильно, тогда все правильно. С голубыми или зелеными глазами. По возрасту тоже такой же. Чувственный, добрый, обаятельный, интеллигентный, спокойный, мягкий. Вот такой еще мужчина у вас появится. Буквально, да, ну почти в одно и то же время. То есть мужчин будет двое. И у вас будет выбор. Но в любом случае я хочу сказать, что скорее всего вы начнете встречаться, то есть вот в рамках вот этих 10 дней с двумя мужчинами. Но я же здесь не говорю как бы за интимные отношения, да. Я говорю о том, что встречаться вы начнете с двумя мужчинами. Будете смотреть, будете выбирать. Вот. И дальше результат. Результат, польза. Пользу я, собственно, уже рассказала, что еще один мужчина появится. Вот. И в результате по шестерке жезлов начало страстного романа. Во-первых, двое мужчин будут за вами ухаживать, да. Ну вот в пределах 10 дней, девочки, я вижу, что вы и с одним будете встречаться, и с другим. То есть свидания будут, вот свидания. И с одним, и с другим. Общаться вы будете также и с одним, и с другим. Пока, честно говоря, вот в рамках 10 дней, даже выбор между двух мужчин пока не стоит. Вы пока присматриваетесь, оцениваете. Но перспективы есть. С кем из двух мужчин? Честно говоря, вам скажу, что и с одним мужчиной есть перспективы в дальнейшем на серьезные отношения, и с другим. Так что, собственно, выбирать вам, какого вы хотите мужчину, какой вам больше подходит. Дальше, девочки, если у вас роман на расстоянии, то причиной вот этих событий будет являться то, что мужчина, с которым у вас роман на расстоянии, очень хочет встречи и будет стремиться приехать вам на встречу. И польза какая будет? Да, скорее всего, 8-й, 10-й день мужчина приедет к вам на встречу. Реально, я вижу его приезд. И вот здесь уже, то есть, возможно, на день 2 буквально он сможет приехать. Но я вижу вашу встречу, и потом я вижу, что он уедет. Так что, встречу я тут вижу в крайнем случае. То есть, да, я знаю, что сейчас карантин. В крайнем случае, планировать вы будете встречу, будет очень тесное, очень теплое общение. Будет со стороны мужчины и страсть, и объяснение в любви, и предложение какое-то. То есть, возможно, что не в реальности. Иногда так бывает, девочки, что карты показывают встречу, да, вот здесь дорожку мужчины показывают к вам. Но, возможно, вот тут у вас все разговоры будут о встрече, да. А встреча состоится чуть-чуть позже, когда, естественно, появится возможность, когда откроют границы. Дело в том, что и границы городов тоже закрыты, не только стран. Вот, поэтому, вот, вполне возможно, встреча состоится чуть позже. Но здесь все прямо, все ближайшие дни, 10 дней пропитаны этой встречей. Дальше, девочки. Для тех, у кого 40, конфликт, расставание, разрыв или развод. Также мужчин двое. Выбирайте, какой из них ваш. Тот, у которого рыжеватые волосы, или тот, у которого светлый или темный шатер. Да. В любом случае, я здесь вижу двое мужчин. Один будет пытаться с вами помириться, естественно. А второй новый мужчина, который возникнет в вашей жизни. Также, вы пока даже выбирать не будете. Вы будете смотреть, оценивать. У вас будут свидания и с одним мужчиной, и с другим мужчиной. Потому что вот здесь вижу свидание с рыцарем кубков. Вот здесь вижу встречи с рыцарем жезлов. И тут вы уже будете выбирать. То есть, один мужчина постепенно уйдет из вашей жизни. А с одним вы останетесь. Но выбирать будете вы. И не в рамках этих 10 дней. Пока даже ситуации выбора я не вижу. Я вижу реально двух мужчин в вашей жизни. И они оба будут за вами ухаживать, вас добиваться. То есть, именно вот такую ситуацию я вижу. Дальше. Для тех, кто в паре. Также выбирайте своего мужчину. Да. Улучшение отношений. Неожиданно может быть предложение руки и сердца. Со стороны вашего мужчины. Перемены в отношениях. Возможно, вам мужчина в ближайшие 10 дней предложит поездку куда-то. Ну, сейчас пока, может быть, не поедете. То есть, планировать будете на будущее. Какую-то поездку, путешествие совместное. Вот. Либо просто, скажем, он перемчится. Скажет, давай проводить время вместе. Да. Вполне возможно. То есть, это вроде как и не совместное проживание. Но больше времени вместе вы будете проводить. Переход отношений на новый более серьезный уровень отношений. Ну, и другой мужчина у вас тоже появится. Выбирайте, какой из них ваш. Один у вас есть. Второй появится. Тоже будет проявлять к вам чувства. Будет за вами ухаживать. Ну, а выбирать уже только вам. Со своим ли вы мужчиной дальше продолжите отношения. Или поменяйте его на нового. Дальше, девочки. Для тех, кто в браке, то же самое. Появится еще какой-то мужчина в вашей жизни. И вполне возможно, будут уже в ближайшие 10 дней будет начало страстных любовных отношений. То есть, появится у вас любовник. По крайней мере, точно будет ухаживать. Ваш мужчина, ваш муж, с которым вы в браке, активизируется. Потому что почувствует энергию другого мужчины и активизируется в отношении вас. Начинает проявлять чувства. Может быть чувства, может быть страсть. Зависит от того, кто из них ваш муж. Рыженький или вот этот шатен со светлыми. Ну, то есть, светлый шатен или просто шатен. Камон. Поэтому здесь вполне возможно, что у вас реально... Ну, то есть, поклонник точно 100% появится в ближайшие 10 дней. Но станет ли он вашим любовником, неизвестно. Но зато появление вот этого поклонника будет способствовать улучшению, укреплению ваших отношений в браке. Ну, потому что так всегда бывает, девочки. Вот. И причем, неважно, поклонник... То есть, останется ли он поклонником или станет вашим любовником. Все равно ваш муж почувствует смену энергетики и активизируется в отношении вас. Конечно, это бывает не в 100% случаев. То есть, не всегда муж, я почувствовал, что у жены кто-то появился. Мужчины начинают активизироваться. То есть, по-разному бывает. Некоторые выступают, наоборот, с конфликтами. Вот. То есть, начинаются какие-то конфликты, ревности и так далее. Да. Но здесь именно ваш муж активизируется в отношении вас. Потому что почувствует энергию другого мужчины. Поэтому здесь и укрепление. Вот для тех, кто в паре или в браке. Укрепление отношений в паре или в браке. Ну, плюс еще другой мужчина. Ну, выбор за вами. Вот. И выбор даже вы будете делать не в период вот этих 10 дней, а значительно позже, пока я вижу только появление у вас поклонника. Ну, а что вы с ним будете делать, решайте сами. Дальше, девочки, сразу. Работа, карьера, бизнес. Успех какой-то на работе. Ну, я вот здесь вначале уже рассказывала по четверке кубков, да. Ой, по четверке жезлов. Рассказывала, что будет какой-то успех, конечно же, на работе. Либо, как я говорила, да, успех в укреплении отношений в семье. Либо, может быть, если вы продолжаете работать, ну, если у вас профессия такая, да, что вы вынуждены работать в период карантина, то, значит, будет успех на работе. А причина успеха на работе – это умение налаживать взаимосвязи, то есть сладить с людьми, проще говоря. Вот. А если у вас свой бизнес, так же, девочки, улучшение бизнеса, получение каких-то денег, то есть что-то вы получите, так же в результате каких-то усилий, приложенных вам, вами, может быть, вы, то есть был у вас бизнес в реальности, может быть, вы начнете еще бизнес в интернете, да, то есть ваш бизнес перенесете в интернет, или расширите через интернет. Вполне здесь по этим картам возможно, то есть какие-то перемены будут в бизнесе, перемены будут благодаря какому-то мужчине, вот, и может быть не один, может быть двое мужчин, которые вам будут помогать, ну, скажем, создадут вам сайт, на котором вы разместите свои товары и услуги. А вот. И в итоге, ну, могут быть другие ситуации, это не обязательно, это интернет, может быть, как-то по-другому еще будете реализовывать ваши товары и услуги, но в любом случае я вижу успех как в работе, так и в бизнесе. И благодаря вот предложениям, смотрите, вот светленького мужчины, ну, то есть вот рыженького, да, и светленького, вот, они будут вам помогать с вашим бизнесом. То есть, к примеру, если вы сейчас остановили все, да, и как бы никак не реализуете свои товары и услуги, то вот эти двое мужчины, они вам помогут, и ваш бизнес пойдет, несмотря на карантин, но все-таки будет развитие. Но может быть у вас и бизнес связан именно с теми товарами и услугами, которые востребованы именно сейчас. Такое тоже возможно. Но предложения стоящие. Вот. И в итоге успех, победа, триумф, что касается работы, карьеры, бизнеса. У кого-то может быть новая должность, у кого-то улучшение материального положения, увеличение финансов. То есть, да, здесь я реально вижу по работе успех уже в ближайшие 10 дней. Благодаря вот предложениям каких-то мужчин успех уже будет к концу 10 дней. Дальше. По здоровью. По четвертке кубков. Физическая активность нужна, девочки. И, возможно, вы также в период карантина займетесь какими-то физическими упражнениями, которые можно делать вам по вашему состоянию здоровья. Вот это то, что важно. И даже для тех, у кого есть какие-то запалевания, все равно карты здесь говорят о физической активности. Поэтому подумайте, посоветуйтесь с врачом, какую физическую активность вам нужно. И благодаря этой физической активности вполне возможно. Ну, я не говорю, что нужно отменить все лечение и не посещать врача. Наоборот, я говорю посещение врача, лечение. И плюс какая-то физическая активность, которая вам разрешена, так скажем, или по состоянию здоровья, которую можно вам. Пойдете на выздоровление, то есть все у вас будет хорошо. По здоровью все карты, все карты очень хорошие. Наоборот, прилив сил, энергии, улучшение самочувствия. Поэтому все будет замечательно. И по здоровью в том числе. Дальше. Совет, девочки. Совет от богинь. Из колоды магические послания богинь, естественно. Совет вам на вашу ситуацию на ближайшие 10 дней. Богиня Артемида, защитница, которая говорит о том, что и вы, и ваши любимые находитесь в безопасности и под духовной защитой. Так что успокойтесь. Все у вас прекрасно. Это вот больше касается здоровья. То, что вы реально под защитой. Вам ничего не угрожает. И вы, и ваши близкие находитесь в полной безопасности. Чего я вам искренне и от всей души желаю, естественно. Ну и теперь переходим, как всегда, девочки, в карте исполнения желаний. Всегда, когда я использую в качестве совета колоду магические послания богинь, то, соответственно, из этой колоды я и выкладываю потом карту на исполнение желаний. Загадывайте желания, девочки. Желания, естественно, загадывайте все правильно. Внизу, в описании под этим видео есть ссылочка на мой сайт, где размещены правила загадывания желаний. И еще много не только интересной, но и важной, полезной для вас информации. Переходите на мой сайт. Подписывайтесь, изучайте все, что я создала для вас, для вашего счастья, радости, удачи, удовольствия. Вот. И первая карта сегодня будет на исполнение желаний всех моих спонсоров. А спонсоров у меня все больше и больше. Там Марина Козина, Олеся Кушвин, Наталья Овсянникова, Татьяна, Ирина Косымова, Джулия Гречан. Джулия Гречан у меня спонсор и первого уровня, и второго. Елена Д., Эльвира, Оксана Полянцева, Ирина Родионова, Ириночка Железнякова, Татья, Женя Вастерман и Роза Губе. Спонсоры второго и третьего уровня. Только двое мне написали свои вопросы. Жду вопросы девочки от вас. Хочу для вас снять такое видео, чтобы оно прям личным было, да, как личная консультация. Вот. Поэтому и пока получила только от двоих девочек. А у меня спонсоров второго и третьего уровня четыре. Вот. Итак, счастливая карта на исполнение всех желаний моих любимых спонсоров. И это у нас богиня Бригитта, которая говорит, не уступайте, отстаивайте то, что вы считаете правильным. То есть, верьте в то, что ваше желание исполнится, и оно действительно исполнится и воплотится в жизнь самым наилучшим для вас образом. Это еще говорит о чем, девочки? Ну, потому что мы очень часто в голове, а вдруг не исполнится, а вдруг мне это не надо, а вдруг вселенная посчитает, что это слишком много или слишком мало. То есть, сомнения. Вот не уступайте твердо, верьте в то, что вам это надо, и то, что это уже исполнено. И принимайте ваши желания. И теперь, счастливая карта на исполнение желаний для всех моих любимых девочек и мальчиков, потому что я знаю, что и мальчики смотрят тоже мой канал. Вот, поэтому уже начинаю задумываться. Вообще, просто чаще и чаще мужчины обращаются ко мне на личные консультации. А вот, поэтому, счастливая карта для всех мальчиков и девочек, которые смотрят мой канал. для всех, кто подписались на мой канал, если вдруг еще не подписаны, поставили лайк и нажали колокольчик. Это вы делаете все для себя, чтобы исполнились все ваши желания, а не для меня. Итак, это богиня Ищель, целительница, которая говорит о том, что вы проводник божественной целительной силы. И все у вас исполнится, и все у вас получится. Верьте в себя. И действительно, верьте в то, то есть, представляйте, что ваше желание уже исполнено. Верьте в то, что оно уже исполнено. И оно обязательно, сто процентов, воплотится в вашей жизни. На этом, дорогие мои девочки, желаю вам от всей души счастья, радости, удовольствия, здоровья и всего-всего вам самого наилучшего. С вами была Алена Ариес. До скорых встреч в новых видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok